Уходящий 2023 год был для Рязани годом надежд и свершений. Появился новый городоначальник, облик города менялся, в стадии обновления его инфраструктура. Из Москвы на улучшение жизни рязанцев денег по-прежнему много. Впрочем, все это всего лишь фон основной повестки, которая сегодня, естественно, в зоне проведения специальной военной операции. В этом смысле Рязань тоже отличилась. Тысячами тонн уже исчисляется гуманитарная помощь, отправленная в зону СВО. Печки, инструменты, одежда, продукты, официальных каналов поставок и неофициальных сегодня десятки. Часто собирали всем миром. Депутаты всех уровней, общественники и просто неравнодушные жители Рязанской области. Кроме того, двухнедельную вахту в Луганск сделали и для рязанских волонтеров. Это группа, которая будет задействована в деятельности в госпитале. В военном госпитале будем оказывать содействие медицинскому персоналу, помощь различную. У нас едет пять человек. Это совершенно разные люди, представители из разных организаций. Это сами добровольцы, которые добровольно приняли решение поехать. В этот раз мы отправляем, как обычно, все то, что просят медперсоналы. Соответственно, есть запросы кое-какие от ребят, которые там лежат. Но это больше баловсу, такое сладости. А медперсонал просит дезинфекции. То есть для дезинфекции. А сланцы – это то, что ребята, когда прибывают, получают, потому что они непосредственно с передовой поступают в госпиталь. И не имеют личных вещей. И все то, что им необходимо, приходится выдавать им на месте. Поэтому это такой расходный материал, который нужен постоянно. Главное политическое событие года – выборы в Госдуму и представительные органы власти в 26 субъектах. В Рязани обновилась городская дума. Вместе с рязанцами в голосовании принял участие и губернатор Павел Малков на избирательном участке в школе номер 7. Как говорили политологи, на впервые проведенной в регионе ночи выборов главное, что кампания прошла в конкурентной борьбе. А на явку повлияла в том числе и специальная военная операция. Весомый процент активных сегодня защищает рубежи Родины. Выборы проходят в условиях специальной военной операции. Это, соответственно, сужает возможность для деятельности оппозиционных партий. Соответственно, они в полной мере не развернулись до конца. Потому что, наверное, в том числе четко не определились, до какой степени они могут критиковать существующую, ну, скажем, власть. И за какие пределы выходить нельзя. И, соответственно, многие так четко и не определились. Кстати, безоговорочная победа «Единой России» случилась во всех регионах страны без исключения. В Рязанской области цифра поддержки партии власти перевалила аж за 58%. Очень хороший отзыв получила предвыборная программа партии жителей в городе. Жители активно участвовали в этом проекте, обозначали приоритеты, предлагали свои решения. И вот, конечно, самой масштабной кампанией были выборы в Рязани. Время фракция нашей партии существенно обновилась и усилилась. Ну, а теперь всем нашим коллегам домашнее задание, которое надо до каждого обязательно довести. Вспомнить все вопросы, которые задавались на встречах. Вспомнить нашу предвыборную программу. Еще раз перечитать народную программу партии. И начинать работать. Работать каждый день. В секторе исполнительной власти главным событием стала смена градоначальника. Елена Сорокина со своего поста в конце мая ушла тихо и практически незаметно. Пришедший на ее место из облдумы Виталия Артемов от приставки ИО избавился спустя полгода. Его 62 шага к современному городу оказались предпочтительнее программы развития оппонента, руководителя городского водоканала Олега Штефана. Секрет успеха оказался простым. Люди – главный приоритет. По мнению Виталия Артемова, для дальнейшего развития города нужно решить пять основных задач. Создание новых рабочих мест, повышение качества услуг во всех сферах, развитие комфортной городской среды, открытая управленческая политика и сплоченность городского сообщества. Основной источник городского бюджета – это основное на доходы физических людей. Рост доходов напрямую связан с увеличением количества рабочих мест и доходов населения. Ключевая задача – создание условий для появления новых приятелей рабочих мест. Сегодня в Рязани реализуются ряд инвестиционных проектов. Это позволит создать более 500 новых корочих мест. По итогам рейтингового голосования конкурсной комиссии Виталий Артемов занял первое место. Олег Штефан II окончательно утвердил этот ранжир, новый состав Рязанской городской думы. Число голосов, поданных за – 32. Число голосов, поданных против – 1. Воздержались от голосования – 1. По итогам тайного голосования решение считается принятым. Артемов Виталий Евгеньевич назначен на должность главы администрации города Рязани. Опытным и волевым руководителем назвал Виталий Артемова Павел Малков. Поздравляя его с избранием, позитивные изменения в городе уже ощутимы, заявил губернатор, но работы впереди еще предостаточно. Город должен меняться и обязательно будет меняться, вот чего бы нам это ни стоило. Внешний облик, общественный транспорт, социальные объекты, дворы, уборка улицы и многое-многое другое. Изменения уже есть, например, общественный транспорт. Давно об этом говорим, сейчас уже меняется. Но нужно и дальше серьезно системно этим заниматься. Системное обновление городского автопарка в 2023-м – это новые троллейбусы, автобусы, дополнительные машины скорой медицинской помощи, а также категорическое увеличение уборочной техники. А еще в этом году менялся облик города. Появилось большое количество новых объектов, например, спортивных, закончены долгострои. Впрочем, вся эта история еще не завершена. В 2024-м сюрпризов будет тоже много. Резонансных событий с криминальным шлейфом в этом году тоже хватало. Хотя основная статистика преступлений говорит, что цифры идут вниз. Все мы их вспоминать не будем, остановимся только на ярких моментах. И начнем, пожалуй, с одного из самых громких коррупционных скандалов года. Дело о взятках в региональном Минздраве. Точнее, о покупке медицинского оборудования для рязанских больниц. По данным следствия, сумма составила порядка 40 миллионов рублей. Оба задержания произошли в июле этого года. Сначала появилось сообщение о заключении под стражу Ирины Петиной. На следующий день арестовали бывшего рязанского чиновника Игоря Грекова. По данным регионального следственного комитета, с 18 по 21 годы Игорь Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки, чтобы помогать в заключении госконтрактов с определенными фирмами. Обвинение по той же статье предъявлено и Ирине Петиной. Решением суда они оба арестованы. Теперь уже до 22 марта следующего года. По сообщениям пресс-службы железнодорожного райс суда, уголовным делом теперь занимается главное следственное управление Следственного комитета России. А именно, первый следственный отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти в сфере экономики. Резонансное уголовное дело прогремело в ноябре этого года. Это видео разлетелось как по региональным соцсетям, так и по федеральным. Еще бы, в день судебного пристава убит 35-летний Сергей Калужский, начальник службы судебных приставов. На момент публикации видео слухов было куда больше, чем официальной информации. Отделили зерна от плевел быстро. Рассказали, что Калужского убил некий мужчина в черном. Пристава он настиг на полпути из магазина. Убийца сделал несколько выстрелов. Пули попали в живот, грудь и голову. Дальше уже работали следователи. Из ориентиров одет во все черное. Из мотивов практически все, что угодно. От профессиональной деятельности, месть коллекторов или должников, до личных мотивов. Справились в кратчайший срок. Убийство Калужского произошло 1 ноября. Предполагаемый стрелок задержан 4-го. По информации следствия, мужчину зовут Сергей Ананикян. Ему 43 года. Армянин. В Рязань приехал в начале нулевых. Далее информация из открытых источников. Женился на сотруднице Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. От брака осталось двое детей. Любопытная деталь. Начальник бывшей жены Ананикяна был как раз убитый Сергей Калужский. 1 ноября 2023 года произошло убийство начальника отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. На место происшествия выезжал прокурор Рязанской области и профильный заместитель. По информации рязанских СМИ, к убийству Ананикян готовился около месяца. Купил велосипед, спецодежду и стал изображать из себя придомового дворника. Чтобы жильцы дома привыкли к нему и не обращали внимания. Параллельно изучал маршрут передвижения Калужского от дома до работы. Подозреваемому в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно. Уже на суде Сергей Ананикян заявил журналистам, что убивать Калужского не планировал. Сказал лишь, цитата, так получилось. Видимо, пришел с автоматом просто поговорить. Но разговора не получилось. Сыграло, как он сам выразился, чувство обиды и ревности. Пока следственные действия продолжаются, Сергей Ананикян заключен под стражу. Этот хлопок стал причиной, по которой 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс. Произошло это на перегоне Рыбная Блокпост в нескольких километрах от этой камеры домофона, на которую и сделана запись. В этих вагонах перевозили минеральные удобрения. Пострадавших и погибших не было. Не было и угрозы экологии. В связи со сходом вагона грузового поезда в Рязани Московской межрегиональной транспортной прокуратуры организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка проводится Рязанской транспортной прокуратурой. По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 222 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации контролируется прокуратурой. Нарядил велосипед и рюкзак и поехал в сторону совершения теракта. А это уже тот самый молодчик, который, по мнению следствия, теракт и устроил. Задержали его в аэропорту Внуково. Мужчина, 35-летний рязанец Руслан Сидюки, работал сантехником-электриком в одном из торговых центров. У мужчины, кстати, два гражданства. Одно российское, другое итальянское. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань. При проведении обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Подробнее об этих самых преступлениях. По данным ФСБ, 20 июля по заданию украинского куратора мужчина изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием атаковал военный аэродром Дягилева. Напомним, тогда на месте удара обнаружили воронку глубиной в полтора метра, диаметром около десяти. Эксперты еще говорили, что такие воронки оставляют взорвавшиеся дроны, начиненные взрывчаткой в кустарных условиях. Теперь же понятно, кто конкретно это исполнил. В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». По совокупности, ему грозит до 32 лет колонии. Впрочем, на этом поставим точку. Вот и настало время подводить итоги 2023 года. Сколько всего было в культурной жизни Рязани за эти 365 дней? Мы отметили 100-летие художественного музея, ходили на фестивали в Театр драмы и Театр кукол. Но самым важным событием, пожалуй, считаем открытие здания Рязанского историко-архитектурного музея. Итак, Виталий Юрьевич, здравствуйте. Мы с вами в преддверии важного события, в преддверии открытия встретились. И хотелось бы поговорить о том, как шла работа над проектом, над концепцией при создании этого здания. Это очень глобальный проект. Это большое здание, более 20 тысяч квадратных метров. Это специальное здание именно для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здесь большие комфортные помещения для экспозиции и выставок. Здесь замечательный блок фонда хранения и современная система, современное оборудование для фонда хранения. Административная часть. Здесь зоны общественные, они очень красивые, они просторные. Так что здесь есть все для того, чтобы и узнать многое. Это центр просвещения, это знакомство с экспонатами музея, с богатейшим фондовым наследием. И действительно, этот год, год исторический для нас, потому что в этом году у нас открывается издание, открывается первый этап экспозиции и сразу несколько замечательных выставок. Вот о них чуть подробнее. Какие залы увидят первые посетители уже в новогодние праздники? Какие экспозиции? Мы очень внимательно относились к тому, с чего же мы начнем свою работу, с каких выставок. И первый выбор пал на выставку Российской империи, Государственного исторического музея «Красная площадь, дом 1». Потому что это один из ведущих музеев нашей страны, один из лучших исторических музеев мира. И тема связана с Российской империей. Это императоры нашей большой страны, это дары императорам, это история того, как развивалась наша замечательная страна. Очень богатая коллекция, насыщенная, и очень интересный рассказ здесь ждет наших гостей. Еще одна выставка, она связана уже с палеонтологическим направлением, с направлением изучения доисторических времен. Это окно в палеолит, это музей-костюнки, археологический музей, который славится своей коллекцией. Мы очень рады, что у рязанцев и гостей нашего города будет возможность познакомиться с удивительной коллекцией этого музея. Ну и Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник с удовольствием представляет две выставки. Одна из них – это выставка, посвященная деревянной скульптуре XVI-XIX веков. Мы благодарим наших партнеров и областной художественный музей, и Касимовский музей. И выставка, посвященная Старой Рязани, нашему стольному городу первому. Это выставка в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Старая Рязань». И это выигранный грант президентского фонда культурных инициатив. Выставка рассказывает о мирном городе и о трагедии, произошедшей в 1237 году. Так что вот такие выставки будут встречать. Надо обязательно сказать, что в экспозиции «Космос» у нас откроется еще одна выставка, посвященная нашему великому земляку Владимиру Викторовичу Аксенову, герою Советского Союза, дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР. Более 300 личных вещей и фотографий, в том числе из космоса, было передано им в наш фонд, и мы с радостью делимся этим с нашими гостями. И вы упомянули грант, недавно прямо презентовали, мы были у вас на презентации. Чуть подробнее об этом масштабном проекте, который будет реализовываться в течение года. Какую роль играет и занимает музей в этом проекте? Мы партнеры, надежные партнеры автономной некоммерческой организации «Старая Рязань». И наши предложения, они вошли в программу этого гранта. Это и научная конференция, которая прошла совсем недавно, в начале декабря. И мы гордимся теми авторитетными учеными, которые принимали в ней участие. Мы говорили о прошедших временах «Старой Рязани», о сегодняшнем дне и о наших планах. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о подвиге рязанцев, тем более, что совсем скоро будет юбилей этого подвига. И мы хотим, чтобы к этому времени «Старая Рязань» стала уже и таким археологическим парком, с объездной зоной. Будем очень стараться и двигаться в этом направлении. И вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы узнали, что мы выиграли еще один грант в месяц, «Старая Рязань», который включит в себя уже организацию и общение с сообществами. Это сообщество архитекторов, с которыми мы будем думать о том, какая концепция подойдет для археологического парка и вездной зоны. А также это творческие наши люди, художники, скульпторы, те, кто занимается народными промыслами. Они на тему «Старой Рязани», ее истории, прошлого, настоящего, будут присылать нам работы, и мы узнаем об этих победах уже к фестивалю, посвященному «Старой Рязани» летом следующего года. Без сомнения, открытие музея, который строился 8 лет, это главное культурное событие года, поэтому предлагаю вам, наших телезрителей, пригласить на новогодние праздники посетить ваш музей. Дорогие друзья, действительно большое событие происходит прямо сейчас в нашем древнем городе. Открылся музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Это центр для вас, потому что он о потрясающей истории Рязанского края, он о нашей культуре. Это центр выставочный, и здесь будут ведущие музеи страны выставлять свои самые лучшие выставки. Здесь будет работать центр для детей. Удивительная экспозиция, посвященная космосу, естественно, научная экспозиция. Здесь заработает планетарий, и мы узнаем о многих тайнах Вселенной. Ну а свое путешествие вы начнете с удивительного атриума, с огромным панно по рисункам Циолковского и с макетом нашего города. Все рассказать невозможно. Мы вас очень ждем. Приходите в гости. Главное новогоднее чудо ожидает рязанцев и гостей областного центра в лесопарке. Ведь именно здесь находится резиденция Дедушки Мороза. Кстати, организаторы мероприятий лесопарка обещают, что программа будет интересна гостям любого возраста. Новый год – праздник семейный, а лесопарк по аналогии – семейный парк. Обширная программа на зимние каникулы придется по вкусу и рязанцам, и гостям областного центра. По словам организаторов мероприятий, волшебство здесь начнется уже с 23 декабря. По традиции в этот день стартует новогодняя деревня в лесопарке. С 23 числа и по 7 января мы работаем для вас, чтобы создать праздничное настроение и интересный досуг для жителей, гостей нашего любимого города. Выходные будут только 31 и 1 января, чтобы все могли провести время с семьей в привычной уютной домашней обстановке. Мы ждем гостей, мы приготовили для вас различные мастер-классы, анимации, спортивные развлечения для всей семьи. Фестиваль «Выходи гулять» с зимними забавами – семейный забег названия самого ловкого и умелого. Пока что понятно, организаторы не раскрывают всех карт, чтобы не испортить сюрприз. Но и, разумеется, самое главное событие зимы в лесопарке – это открытие резиденции Деда Мороза. Здесь же ежегодно по традиции с 1 декабря начинает работать почта главного волшебника страны. Любой желающий может отправить письмо Деду Морозу прямо в лесопарке. Писем с каждым годом становится все больше, чему мы, безусловно, очень рады. Это значит, что жители нашего города, а может быть и его гости, действительно верят в сказку и ждут волшебство. По предварительным подсчетам, в среднем около двух тысяч рязанцев присылают Деджки Мороза свои надежды, мечты или добрые пожелания и поздравления с Новым годом. Песни, пляски и хороводы. Мероприятия в лесопарке запланированы на все новогодние каникулы. Интерактивные и анимационные программы с участием сказочных персонажей и творческие конкурсы. Уважение, верность, любовь и дружба. Рязанскую ВДНХ украшает не только новогодняя атрибутика, но и символы семейных ценностей. Концепцией праздника, вновь открывшегося в этом году торгового городка, стала советская эпоха. Настоящая зимняя сказка в ретро-стиле для детей и взрослых. Торговый городок, или как его теперь называют Рязанская ВДНХ, в этом году обрел второе дыхание. Именно поэтому новогодняя атмосфера здесь продумана до мелочей. Торговый городок украсили более 160 елок и мы сделали настоящий елочный и красивый парк. Вся композиция посвящена у нас году семьи, так как 2024 год объявлен президентом годом семьи. Главная елка, 15-метровая наша красавица, она украшена советскими атрибутами, и мандаринами, и советскими посылками, конфетами, чтобы люди могли вспомнить ту эпоху, создать то настроение замечательное. Каждый день до 30 декабря здесь работает фудтрак. С 4 до 8 часов вечера любой посетитель совершенно бесплатно может попробовать вкусные пирожки и горячий чай после прогулки по новогоднему городку. Со 2 по 8 января рязанцев и гостей областного центра ждут на анимационные представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками. Интерактивные мероприятия в торговом городке будут с 4 до 8 вечера. А в фудтраке на новогодних каникулах появится еще и безалкогольный глинтвейн. Кстати, в украшении торгового городка рязанцы приняли непосредственное участие. В декабре этого года мы запустили акцию по сбору советских игрушек. Все рязанцы, которые хотели поделиться своими семейными историями и ценностями, которые связаны с Новым годом в виде таких раритетных игрушек, могли приносить их к нам в резиденцию традиций. И мы очень рады, что нашли такой отклик у рязанцев. И теперь в нашем креативном кластере можно увидеть такую елку. В резиденции традиций в новогодние праздники пройдут мастер-классы. Посетители смогут освоить технику шиловской лозы и изготовить памятные сувениры своими руками. Новогодний экспресс, мастер-классы и иммерсивная программа. В эти праздники Рязань превратится в настоящую советскую сказку. А это значит, что в чудеса поверят не только дети, но и взрослые. Концепцию новогодних мероприятий семейного формата реализуют и на Лыбецком бульваре, который станет еще одной тематической площадкой в праздничные дни. Он сегодня уже украшен, подсвечен различными инсталляциями. И в период со 2 по 7 января на площадке Лыбецкого бульвара будут проходить интерактивные программы для детей. Они будут проходить каждый день с 15.00, а в 16.00 будет организована концертная программа с участием артистов города Рязани, различных кавер-групп, которые в том числе выступали этим летом на улице Почтовой, которые полюбились рязанцам и гостям нашего города. А еще на Лыбецком бульваре в январские дни заработает мастерская снеговика. Здесь можно отогреться после долгих прогулок по городу, сделать семейные фотографии и сотворить своими руками поделки на различных мастер-классах. По улицам города сейчас уже курсирует новогодний экспресс, и горожане уже, может быть, заметили веселых музыкантов, которые создают вот это новогоднее настроение. А со 2 по 6 января этот новогодний экспресс превратится в такую иммерсивную площадку, где также горожане могут поучаствовать в интерактивных программах, вспомнить песни советского периода, фильмы советского периода, потому что в этот период как раз-таки формировались те традиции празднования Нового года, которые вот нам сейчас всем так знакомы. Провести время с самыми близкими людьми и получить заряд позитивных эмоций. Все это можно сделать на новогодних праздниках. С каждым годом программа мероприятий все семейней, а значит весело будет не только детям, но и взрослым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова